Здравствуйте, меня зовут Владимир Соколинский, вы на канале хроническое здоровье Центра Соколинского в Петербурге, Центра Соколинского в Праге Сегодня обсуждаем, как понять, что у вас есть проблемы с печенью Ну, потому что орган стратегический, об этом я постоянно рассказываю на канале И, наверное, нет смысла повторяться Он выполняет больше 30 различных функций Не только пищеварительную и освобождение крови от токсинов Но и еще много других И поэтому нужно, конечно, вовремя понимать, что вот уже пора Нужно взяться, пройти обследование Или начать, например, очищение печени, ее поддержку Граница между тем, когда бежать срочно к врачу И когда можно попробовать сначала просто поддержать ее в домашних условиях Проходит по слову боль Конечно же, болеть ничего в области печени не должно Если вы там испытываете боли, то однозначно идете к доктору Делаете как минимум УЗИ, ну и дальше он вам скажет Потому что боли в области печени могут быть связаны с каким-то очень сильным застоем желчи Если он не проходит от приема банальной ножбы То значит это, скорее всего, желчекаменная болезнь Или что-то более серьезное, что ограничивает выход желчи Отсюда появляется боль Второй симптом, который вас может настроить на мысль Да, ну где находится печень Печень находится с правой стороны под ребрами То есть она, как правило, болит именно там То есть довольно редко отдают боли куда-то в другую область Поэтому вы, в общем-то, не ошибетесь С правой стороны под ребрами Второй симптом, это рвота и повышенная температура Значит, это может говорить, конечно, опять же И об остром холецистите, и о том, что пошел камень И о том, что случился панкреатит, обострение панкреатита И о том, что есть инфекционные заболевания Это тоже к врачу Рвота и температура К врачу А вот, когда вас тошнит Это может быть связано, конечно, с разными состояниями Но очень характерно для печени Особенно, если тошнота появляется после того, как вы съели что-то жирное Не на острое Не на перченое, как желудок Не на голодное, как двенадцатиперстная кишка Не на другие какие-то раздражители А именно на то, что вы поели что-то жирное Это связано с тем, что жирное это желчегонное Желчь начинает более активно выделяться У нее могут быть препятствия Загнутые желчные кузыри Какие-то перетяжки или густая очень желчь И таким образом Это даже не сама печень, а желчная реагирует Вот симптомом тошноты Спонтанная тошнота для печени не так характерна Хотя, конечно же, при жировом гепатозе Когда клетки печени покрываются избыточным жиром Перерождаются при жировом гепатозе Или его называют еще стеатоз Ну, народное название гепатоз печени Но это масло масляное Гепатоз и есть проблемы с печенью Вот в этом случае может быть такая Ну, довольно-таки мало выраженная тошнота Но реакция на жирное, запомните Это абсолютно характернейший симптом Еще один очень характерный симптом Это нестабильность стула То есть, когда вы поели И бегом бежите в туле Механизм опять тот же Вот этот жидкий стул В ответ на съеденное Он связан с тем, что выделяется желчь Нет другие состояния Гастрит, язвенная болезнь желудка Какие-то там, не дай бог, опухоли Или хронические нарушения Они не проявляются таким образом Отличие от проблемы с кишечником Будет в том, что кишечник при этом не варит Потому что, например, при раздраженной кишке В синдроме раздраженного кишечника СРК Симптом будет похожий То есть, вы поели, побежали в туалет Но поэтому вы ощущаете спазмы Еще и по всему ходу кишечника А здесь нет, просто поели, побежали в туалет Ну, в общем, может быть, такое неудобство Общие характерные Таких симптомов Вот именно, поймать, типичных для печени Симптомов Кроме этих двух Не так-то много Третий Это горечь во рту Тоже Трудно перепутать Вкус сладкого и горького Редко кто путает То есть, горечь во рту В гадалки не ходи Проверяйте печень Желтый налет на языке Четвертый симптом Также крайне характерен Именно для проблем с печенью А вот пятый симптом Хотя многие его ставят на первое место Но он не такой типичный Он может быть при разных состояниях Но, тем не менее, для печени Очень очевидный Это хроническая усталость То есть, если у вас Несмотря на то, что вы нормально спали Утром постоянно чувство разбитости То первое, что нужно делать Это не менять работу А идти сдавать анализы Биохимию по печени Билирубин АЛТ АСТ Щелочная фосфатаза ГГТ Вот такие вот анализы Вы можете, кстати, перейти по ссылке В описании этого видео Там будет про самые необходимые анализы И сделать УЗИ И с этим совсем к доктору Потому что Постоянно существующая хроническая усталость Связана с тем, что Печень плохо справляется С своей дезинтоксикационной функцией И, исходя из этого В кровь поступают нейротоксины Которые так негативно влияют На работу нервной системы Что вы не высыпаетесь Не можете Утром Вот вы просто весь разбит Такие симптомы С которых начинаются Все популярные видео Как Желтая кожа Желтые склеры Темная моча Светлый стул Ну, друзья мои Это гепатит Поэтому Мы сейчас, конечно, не обсуждаем Такие ситуации Когда у вас такие симптомы Вы просто вызываете Скорую помощь И едете в инфекционную больницу То есть Для обычной В общем-то жизни Как у нас У многих Печень бывает не в порядке Эти симптомы Это уже что-то из ряда Вон выходящее Еще в одном видео С миллионом просмотров На минуточку Я увидел Такой симптом Как Отеки Но Опять же Понятно, что, конечно же Эти видео Бывают Часто снимают Не специалист Потому что Отеки Это симптом Если это отек Который возник В полости В большинной полости То это асцит И это уже Достаточно выраженная Степень цирроза Или рака печени А То же самое Что касается Отеков В ногах Которые Показывают Иногда Как слоновость То есть Это не такие Характерные симптомы Запомните Вот на что Нужно обратить внимание Когда делать анализы Горечь во рту Желтый налет на языке Реакция на жирную пищу Постоянная Хроническая усталость Вот это вот то Что прям печеночное Печеночное А вот что касается Всяких там Увеличенных сосудов На животе И так далее Можете себя напугать Насмотритесь Надсмотритесь видео Будете думать Что у вас там Цирроз Медуза На животе Как Такой типичный Симптом цирроза Когда вены Так расширенные А на самом деле Просто Ну сосуды Под кожей Так видны Так что Не пугайте себя Лишним Берегите Себя Свою Нервную систему Если вы Один из симптомов Которые Мы с вами Обсудили Типичных Обнаружили То обследуйтесь И Перейдите По ссылке В описании Потому что В 90% Случаев Когда вы Обследуетесь Что вам скажут Скажут Что у вас Жировой гепатоз Застой Желчи Густая Желочь Ну скажут Питайте Четыре раза в день Ограничите Жирное И идите С Богом Но Если долго Будет Такая ситуация Продолжаться То Врач Ну редко Что-то рекомендует Ну может быть Там Какое-то Соедство Конечно Разжижающее Для желчи Посоветуют Или Водичку Минеральную Попить Но можно Гораздо Серьезнее Подойти К своей печени Посмотрите Пожалуйста Видео Или вот Как я сказал Перейдите По ссылке В описании На Лайвер 48 Старинная Формула Которая Именно Укрепляет Клетки Печеночные Старинная Формула Называется Маргали И наше Натуральное Средство Называется Лайвер 48 В скобочках Маргали Больше 200 лет Истории Там На сайте Вы обнаружите Клинические Исследования Которые Были проведены То есть Действие Этих Экстрактов Трав В сочетании С серой Железом Оно Подтверждено Не только Историей Но и Отзывами Современных Врачей Причем Очень Маститых Уважаемых Уже Которые Сейчас В данный Момент Академики Таких Известных Гастроэнтеролог И Поэтому Как правило Периодической Поддержки Печени С помощью Вот таких Способов Вот как Лайвер 48 Моргали Эссенциальные Фосфолипиды В системе Соколинского Это Лицитин Заодно Уже С поддержкой Иммунитета С поддержкой Текучести Крови С возрастом Омега Т-кислоты Используем Они же Действуют Положительно И на печень Это Мегаполинол В системе Соколинского Вот Периодически Используя Такие Средства Можно Очень Эффективно Поддерживать Свою печень Не допуская Застой желчи Не допуская Накопления Токсинов Не мучая Ее Особенно Если вы знаете Что у вас есть Какие-то Предрасполагающие Факторы То есть вы за собой Знаете Такой горешок Как лишний вес Знаете Что вы курите Или знаете Что вы Чаще Чем надо И больше Чем надо Самое главное Употребляете Алкоголь Дозировки Алкоголя Повышаете Пьете Лекарства Постоянно То В общем-то Вот поддержка Такая печень Это правильное Стратегическое Действие Делаете Что-то Одно Не очень Большое Получаете Результат Системный Так что Обращайте Внимание На эти Симптомы Но Помните Что все Как правило Решаемо Пока Это не Зашло В такую Уже Стадию Когда Действительно Даже Лекарства Не сильно Помогают А так Клетки печени Вполне Даже Восстанавливаются А застой Желчи Можно убрать За месяц Понимайте На здоровье Натуральные Средства Не забывайте Обращаться К специалистам Будьте здоровы Подпишитесь На канал Чуть не Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует